И всем привет, ребят! С вами Мистер Ванька и я за вами записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен продолжению нашей викинга и зидочки с вампиризмом. Сегодня я для вас записал полноценных два интересных боёчка на этом замечательном вооружении. Ну и потестировал новую демочку, второй у нас спецрежим, посвященный к дню НЛО, появился в игре. Это спецрежим, в котором также повышен шанс выпадения золотых ящиков, но и ко всему прочему отсутствуют овердрайвы и отсутствуют дроны. К слову, если я не ошибаюсь, никто ничего не говорил, что их не будет, но я как-то думал, что в принципе, скорее всего, было бы логично, чтобы их здесь не было, если уж овердрайвов нет. И так у нас в игре всё это дело и сделали. Единственное, что есть, это расходка с зависимыми кулдаунами и три карты. Пустыня, Парма и Стадион. Что касаемо карт, то могу сказать, что Пустыня для меня, наверное, является более жёстко подходящей. Да, то есть, если сравнивать эти три карты, то что на Стадионе, что на Парме, на Викинга и Зиде, особо не разбежишься. И довольно мало ситуаций для комфортного уничтожения противника. Что касаемо Стадиона, так это вообще Габелла полная. Там вообще, ну, всё максимально печально, наверное. А вот Пустынечка, к слову, её и бросало намного чаще. Очень круто подходит под данный замечательный спецрежим и под моё вооружение, а именно Викинга и Зиду с вампиризмом. Да, без дронов, без овердрайвов в какой-то мере получается сделать меньше киллов. Но зато в матчмейкинге играют в преимущественно средние и лёгкие корпуса. И моментами получается дать вот примерно такое количество киллов. За две минуты уже 16 киллов набито. Понятное дело, что эти катки я сыграл до данного видеоролика, дабы дать максимально большое количество киллов. И, в принципе, я получил то, что и хотел. Я сыграл также, помимо Пустынки, Пармочку. Но сегодня мы посмотрим только на Пустыню, потому что, как я уже сказал, Парма не особо жёстко зашла. Там, хоть я и набил где-то около 35-37 киллов. Но это, наверное, не тот результат, который должна показывать Викинга и Зида в ДМке. То есть, её потенциал это больше 40, ближе к 50 килла. И при том, что это должно всё делаться стабильно. Не то, что ты там зашёл в катку, одну катку ты ДМ даёшь 25-30, другую ты там даёшь 45 и у тебя всё чётко. Нет. Здесь должна быть стабильность больше 40, и тогда это вооружение будет иметь определённый смысл. И будет возможность зарабатывать довольно приличное количество кристаллов. В среднем от 5 кассиков за такие ДМки. Я считаю, что это, в принципе, неплохие циферки. Ну и если сравнить данную Викинга и Зиду с условной, например, Теслочкой. Понятное дело, что Тесла была бы здесь жёстче. Но раз уж мне выдали полноценно за турнир уже устройство на Изиду с Мамперизмом, то надо её пробовать тестировать дальше, смотреть, как она себя показывает в других режимах. Ну и, возможно, в дальнейшем, если вам это всё дело понравится, потестим ещё с другими корпусами. Но я думаю, что это уже через какой-то определённый период времени. Но, что касаемо вообще, в принципе, нагиба, то очень-очень хорошее устройство. Полноценно даёт возможность самохила в тех ситуациях, в которых на любой другой пушке вы бы уходили на респ. Здесь за счёт лечения, за счёт очень большого дамага по противнику, у вас есть возможность и давать киллы одновременно, и при этом в всём раскладе ещё дополнительно жить, жить, жить как можно дольше. Да, иногда бывают тайминги, что не получается там где-то зацепить, где-то там чуть-чуть хпшки не хватает. Но для демки я считаю, что это просто очень крутое вооружение, особенно, когда нету овердрайвов и нету большого количества лишних проблем, я бы сказал бы так. Да, то есть здесь вы полноценно респуетесь, там, ДДшечку, ДАшечку и погнали. Да, конечно, если бы были дроны и была бы возможность игры с бустером, то я думаю, что там бы железная 50-ка с досрочкой залетала вообще без особых проблем. Но когда вы играете без бустера, понятно дело, что моментами противник уничтожается намного дольше, да, то есть в два раза, грубо говоря. И поэтому, как бы, считайте, что у вас минус где-то полноценных 10-15 киллов стабильно имеется. То есть если я здесь дал почти досрочку, почти, да, то есть там где-то около 45 киллов, ну сейчас увидим минут 20 до конца, то с бустером без ограничений там, ну, можно, наверное, за бой давать по 60-65. И для таких ДМ-ок это безумно большие количества. И, ну, с одной стороны, круто, конечно, что они сделали ограничения больше не 30, а 50. Но если бы, например, ограничения было бы, как в Джаггернауте, сотка, я думаю, что было бы еще намного круче. И, ну, было бы, наверное, интересней, интересней стараться давать как можно больше киллов. А так, ты знаешь, что у тебя ограничения в 50-ку. Если там даешь досрочку, сидишь, думаешь, о, круто, я дал досрочку. Но если бы, например, не было бы этого ограничения, то и возможность была бы дать под 60. Можешь там зафармить какую-нибудь восьмерочку, девяточку, скатки. Я думаю, что это очень хорошие, приличные циферки. Три секунды до конца боя, 43 килла. Я, если честно, думал, что получится все-таки дать здесь досрочку до где-то двух минут до конца, да. То есть там очень хорошо у меня шли киллы. И полноценно казалось, что все получится. Но, к сожалению, к сожалению, к сожалению, не дотянул. Но свою 40, вот уже 5, 46 и 47. 47 киллов за каточку оформил. То есть почти досрочка, первое место. И 5800. То есть 6000 кристаллов для такого боя. Я считаю, что это очень неплохие циферки. Ну и второй бой тоже на пустыньке. Как уже сказал, другие карты не имеют смысла тестироваться, обозреваться на подобном вооружении. Все-таки приоритет средним, маленьким картам. Да, пустыня хоть и не является такой, ну прям максимально средней или, ну такой, ну можно, конечно, сказать, что это средняя карта. За счет того, что здесь довольно большое количество респов в одинаковых точках. И вот вы видите, как рядом стоят очень много противников. Но вообще, по большей части, это все-таки большая карта, да, если играть ее в CTF, в регби и прочих режимах. Но, как вы видите, для ДМки эта карта максимально хорошо подходит для вот игры на таких вот близких вооружениях по типу Викинга и Изиды. Можно было бы даже, наверное, юзать ту же Жигу. Все-таки есть у нас тайминги, когда попадают голда-метеориты. И там игроки кучкуются в таких хороших зонах. И в этих зонах давать, ну, наверное, по 5 киллов стабильно можно. Также я думаю, что на этих ДМках, на том же стадионе, на Парме, можно было бы потестить Хорнета, либо там Викинга, Страйкер с дистанционным подрывом. Хоряков, конечно, можно и не юзать, потому что здесь овердрайвов нету. Но с каким-то там средненьким корпусом, а можно даже и с тяжелым корпусом, попробовать дистанционный подрыв. Я думаю, что он тоже будет себя хорошо показывать. Я думаю, что за эти дни зайду на стримасики, как-нибудь там потестирую, почекаю. Ну, а что еще можно добавить по Викинга и Зиде? Ну, так, наверное, это будет одно из самых жестко нагибающих и стабильных вооружений на протяжении этих трех дней. Конечно, это считается как донатное устройство, да, но я, играя вот уже два полноценных дня на Изидке, ну и вообще просто матчмейкинг, замечаю, что в каждом практически бою встречаются эти Изиды с вампиризмом. То есть, либо их неплохо сыпало с ультраконтейнеров, либо же есть ребята, которые спецом, ну, я имею в виду изначально, да, то есть ультраконтейнеры, это бесплатно, да, но я думаю, что и также есть приличное количество людей, которые доняло на ультраконтейнеры и тоже выбивало это устройство. То есть, и донатеры есть, и те ребята, которые просто выбили с халявных ультраконтейнеров. Другим способом, я так понимаю, что это устройство сейчас достать нельзя, ни в каком магазине оно не продаётся. Но мне бы, наверное, всё-таки с одной стороны хотелось бы, чтобы оно было просто за кристаллы, да, в магазине, о, не в магазине, в гараже продавалось. Но с другой стороны, да, то есть если бы сейчас бы, например, на постоянной основе бы играло бы у нас там 5 Изид, например, да, в таком бою, то понятное дело, что резистов было бы от этой соски очень много, а если бы было бы много резистов, то, поверьте мне, такого нагиба уже бы не было, вот этого вооружения. И так, когда я вот записывал вчера видос с Викингой Изидой в обычных матчмейкинговых боях, начинают брать резы, там 3-4 песяточки, если они ещё начинают упарываться под вас, то очень тяжело, прямо очень тяжело. Ну, как и практически с любым вооружением, там, за исключение условного, там, молота, да, который с дыханием дракона просто наносит криты такие жёсткие, что там резист вообще не чувствуется. Поэтому, может, это и к лучшему, что нету большого количества издоводов и, соответственно, нету резистов. Что касаемо данного боя, он пошёл немножечко похуже, да, чем предыдущий. Предыдущим удалось, как вы видели, набить 47 киллов. Здесь за 2,5 минуты до конца у меня всего лишь 26, но здесь я думаю, что также процент ваших киллов немножечко зависит от игроков, которые играют в матчмейкинг, да, то есть, если попадается больше лёгких корпусов, которые там гоняют за голдами, ну, или там просто крабиков каких-то, то и киллов у вас удаётся дать побольше на таком вооружении. Ну, и где-то, может быть, там тоже тайминги роляют, где-то везёт, где-то вот таких дурачков нету, которые чисто на стримснайпе работают по вам персонально, да, ещё и резист берёт от изидов, когда в катке больше изидов нету. Ну, как бы, ну, ладно, я не буду на этом акцессировать внимание, это его право, пусть он там думает, что он нагибает, жёсткий тип, там, все дела туда-сюда. Но даже при этом, давая сороковочку, да, в таком бою, я считаю, что это очень хороший результат, и довольно маленькое количество вооружений может похвастаться таким количеством киллов в матчмейкинговом бою без дронов и без овердрайвов, потому что, ну, зачастую, там, 50-ку воткнуть с оверами, с дронами, это не так сложно, да, то есть, там, викинг с каким-нибудь условным, там, даже молотом, да, или той же самой вот этой же изидой, да, то есть, вы плюсанёте при любом раскладе себе ещё к обычным киллам, да, то есть, вот, к стабильным киллам, как там, сороковочку, стабильные, ещё плюсанёте себе, там, какую-то там, пятнашку, двадцашку, сто процентов, потому что, ну, если вы играете с тем же бустером, то вот эти вот тайминговые киллы очень жёстко решают, прям, очень жёстко, и, понятное дело, что без всего этого в матчмейкинге, как по мне, как по мне, не знаю, как по вашему мнению, но интереснее, определённо, да, то есть, дроны, овердрайвы, ну, такое мясище уже получается в этих DM-режимах, да и вообще, в принципе, в матчмейкинге, да, то есть, можно было бы вообще и без дронов, и без овердрайвов играть, да, то есть, получается какая-то более такая грамотная, сбалансированная, спокойная игра, и уже в этой спокойной, сбалансированной игре у вас есть возможность дать такое хорошее, приличное количество киллов, и вот сороковочка, очередная, красивая, на Викинга и Зидочке залетает. Я доволен тем, что я всё-таки взял это устройство, да, то есть, кто ещё не знает, то это устройство за третий сезон танки спорта, да, было выдано, я доволен тем, что оно показывает, изначально я, конечно, думал, что, ну, не так жёстко она будет себя проявлять и нагибулить, но со временем, вот уже, получается, третий день, как оно у меня есть, себя очень неплохо проявляет и наваливает, поэтому, если у кого оно есть, смотрите, чекайте, советую вам покатать тоже в демочках, пофармить и, возможно, подавать на срочки, чего у меня, к сожалению, сегодня сделать не получилось. Пишите, что вы думаете по поводу данного ДМ-режима, нравится ли вам играть без дронов, без овердрайвов, что вы думаете по этому поводу, ну и пишите, что у нас с Вика и Зидочкой, что тестируем дальше, возможно, Зиду раскручиваем на каком-нибудь Мамонте или ещё чем-нибудь, либо у вас есть, например, какие-то вооружения, которые вы бы хотели увидеть в дальнейших видеороликах. У меня, друзья, на этом всё, обязательно поддерживайте видеоролик лайком, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, дабы ничего не пропускать, ну а с вами был мистер Ванька, всем, друзья, спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok